Привет, друзья, я Григорий Герман. О чем поют чеченские воробьи на проводах? Кто обстрелял университет спецназ ДОН? Кто победит в противостоянии Чемезова и Набиулиной? Как жирных московских котов заставить панически и истерически бегать по Москве, тем самым расшатывая основу режима? И действительно ли неожиданная и противоестественная смерть 100 главных функционеров путинского режима может привести к его падению, к падению этого самого путинского режима? Фантазии Ростислава Мурзагулова. Прямо сейчас. Оставайтесь. Будет интересно. Первое. Традиционный вопрос для наших с тобой последних встреч. Что тебе, если какие-то новости, которые тебе принесли твои чеченские воробушки? Ну, новостей там много. Они интересные. Там у них, в общем-то, все в разгаре. И там то, что, в общем-то, они говорят, сейчас прорывается и в прямой эфир федеральных российских телеканалов на «Комсомольской правде». Вылезает из Аптии Алла Удинова. В общем, там действительно идет конфронтация. И в этой связи мне было очень странно смотреть, как вдруг украинские войска, зная о том, что Кадыров в полный рост начал махач с Кремлем. И вдруг украинские власти или войска, или кто-то какой-то отдельный выдающийся командир вдруг решил шмальнуть по тому месту, где Кадыров готовит своих боевиков. И готовит их в офисе не обязательно против Украины. От украинцев они бегают, как известно, как Рабинович между струйками. И еще и по тому зданию, где время от времени сидит сын Рамзана, Адам, который, в общем-то, его правая рука, его надежа, его, значит, возможный преемник. Потому что если Рамзан будет плохо со здоровьем, то, соответственно, Рамзан ставку делать на Адама именно. Он такой, у него толковый парнишка получился, по мнению Рамзана. Я сам его не знаю. Соответственно, я, когда это все начал сопоставлять, у меня как-то биться это не стало. Тем более, тут какие-то заявления в этот день Апсиа Лаудинова. Там прям уже как раз с красным лицом он кричит в эфире о том, что вы, крича россиянам всем, вам враги не украинцы, не натовцы, вам враги чеченцы. И так далее. Перекладывать начал на преступление ответственности, значит, соответственно, на российских солдат, не на чеченцы, противопоставляя их, как будто это армия двух разных стран. И тут вдруг прилетает по этому зданию. И прямо через пару часов я получил от своих воробушков там, правда, не чеченских, а вот тех, которые сидят в зоне СВО, но при этом на всякий случай иногда мне что-то рассказывают. Видимо, надеются, что я приду на их суд и что-то скажу, когда это хорошее. Но если я буду так себя вести, то и придумываешь. Ну, значит, вот они мне сказали, что якобы шмальнули с территории Курской области, с той части, которую контролирует Россия, что якобы оттуда полетела, и что якобы была там целая войсковая спецоперация, что там привлекли какой-то дагестанский отряд, что там они все это там выстроили, выпалили, и, соответственно, все должны были подумать на украинцев, тем более, что там достаточно большие, как ты знаешь, серые зоны в Курской области, и там непонятно, где сегодня какая армия базируется. Соответственно, вот как бы вот за что купил, за то продаю, и потом буквально через несколько часов уже читаю, соответственно, на новом времени, не в других украинских СМИ, и вижу заявление подалека, значит, да, на эти же темы. И понимаю, судя по тому, что они говорят, что это не тот же самоисточник, что мне слил, потому что у них там данные, что якобы с территории одной из соседних республик. Но если ты представляешь себе Кавказ, то еще с территории Ингушетии как бы ладно, да, то есть это получается примерно та же сторона, что Украина, по идее, как бы логично было бы. Но когда мне говорят, что с территории Дагестана, это вот на правду не похоже. Ну что там они такой крюк заложили, что ли, чтобы там через Азербайджан и Грузию, что ли, пролетел бы, чтобы этот самый, или через непонятная история. То есть, скорее всего, конечно, здесь источник немножко дал штангу, тот, который рассказывал украинским, соответственно, СМИ. И Подоляк откуда-то узнал. Ну, Подоляк, очевидно, от спецслужб узнал. Но как-то, может быть, они нарочно дезинформируют, да, Куратистан рассказывает, чтобы не сдавать свои источники. Я не знаю, но я своему источнику ничего не обещал, поэтому я рассказываю, что услышал от него, то и рассказывал. Окей. Вот действительно, как бы у меня есть мнение, что действительно у Кремля была огромная проблема с чеченцами. То есть, они понимают, что сегодня они, по сути, отбиваются от рук. Они расстреляли колонну Росгвардии. Это, безусловно, сделали они без всяких вариантов. Потому что надо знать Кавказ, надо знать Чечню, Грозный. Надо знать, что в такой близости от Грозного, без личного распоряжения Рамзана, там воробей не пролетит. Там как бы, там мышь не проскочит. Ну, потому что, когда мне рассказывают про каких-то злобных боевиков, которые из гор спустились и это могли сделать. Во-первых, там все злобные боевики давно уже работают в охране Рамзана. И в других его структурах, включая федеральные, получают ордена, медали, звезды Героя России. Поэтому это абсолютно какая-то бредовая история. Может, там есть полторы коллеги, которые там с последней войны еще не в курсе, что уже можно записаться к Рамзану. Но это, в общем-то, не те люди, которые смогли бы осуществить такую вещь. Еще раз подчеркиваю, там камерами просматривается каждый сантиметр земли. Там все федеральные структуры состоят из людей Рамзана. И поэтому, конечно, это сделал Рамзан. И это сделал именно сразу же, через два дня после встречи с Золотовым, который в Москве ему там наговорил, что ты, Рамзан, смотри, этого и учти. Ну, не прямо угрожал, но так намекал, что ты пошел против Верховного главнокомандующего. Ну, а Рамзан ему показал, что он думает про все это. И, соответственно, вот эта колонна Росгвардии, кстати, по моим данным, там не один человек погиб, а больше. Потому что расстрел был такой все по науке. То есть они прямо как украинцы под Киевом в 22-м подбили первую машину, подбили последнюю, ну и уничтожили все, что посередине. В общем, все, что было живого. Поэтому, ну, не ушел бы оттуда никто живым, а там было несколько грузовиков. Поэтому я думаю, что трупов там больше. Ну, соответственно, как бы, да, то есть перестрелка идет, войнушка идет. И, как бы, очевидно, что украинцам бы надо, наоборот, там, как бы, да, там сходить в лавру свечку поставить за то, чтобы Рамзан был жив долго. И чтобы решимость его воевать с Путиным никуда не делась. А тут вдруг они шмаляют якобы по зданию, где может находиться главный любимый сыночек Кадырова. Ну, бред полный, конечно. Поэтому здесь, я думаю, что Кремль все сделал, как обычно, тяп-ляп, как обычно в ППХ. И если это так, то Рамзан, конечно, узнает. Потому что у него клешни там везде раскинуты, у него люди свои есть, информаторы есть. А он же довольно лихо двоих гавриков, которые приехали рекогностировку местности, там, проводить по поводу его будущего убийства. Он же их обоих прихватил, они сейчас сидят в СИЗО, и все сразу рассказали, на всякий случай. Что было и что не было, я думаю. Это очень интересно. Вот смотри, то, что ты говоришь, да, двух парней, которые приехали проводить рекогностировку, он взял сразу же, а группу бандитов, которые расстреляли колонну Росгвардии, он никак не может. Кто такие? Вообще непонятно, откуда взялись, как проскользнули, да. Там прям как в истории, Расик был капитально невынован, поэтому брать его не стали. Потому что Расику команду дал Рамзан Ахматович, что, собственно, что тут как бы брать-то, за что? Ну, сделал доброе дело, Рамзан бы сказал. В общем, да, там как бы конфронтация идет мощно, и поэтому, собственно, сейчас мне просто интересно уже, в какие стороны дальше эскалация пойдет. Я не верю в то, что Рамзан прям вот так вот сразу поверил в ту версию, которую он озвучил. Потому что этот человек, который родился и вырос в окопах, этот человек, который родился и вырос в парадигме войны, а там как бы есть такой принцип, называется разведка боем. Вот он сейчас закинул везде, что я вообще сейчас всех украинских пленных поубиваю, я сейчас вообще всех отправлю, значит, ахматовцев на линию фронта и там скажу, что пленных не брали. То есть он как бы все это тоже кинул для того, чтобы у него определенно там тоже какие-то контакты есть, я думаю, с кем-то он, наверное, ведет какое-то взаимодействие. С арабскими же странами он открыто его ведет. Арабские страны – это такие же друзья Америки, извините меня, как Украина. Саудовская Аравия, где он всех брат с большими буквами называет, принцип, да? А, собственно говоря, это крупнейший, извините меня, торговый и вообще любой, и военный, в том числе партнер Америки. Поэтому, собственно говоря, я думаю, что какие-то тайные контакты с кем-то с украинской стороны у него тоже, я думаю, есть. И я думаю, что он таким образом закинул туда вот эти все, как вот в разведке боем, да? Он по кустам смальнул и ждет, да, что оттуда прилетит. Вот сейчас, соответственно, ему оттуда прилетит, что старик, что ты еще сдурил, это не мы. Иди вот в Кремль бери, там твои враги сидят. Я думаю, что примерно так сейчас какая-то история будет выстроена. Я, конечно, может быть, да здесь бегу впереди паровоза, может, не стоит это рассказать, но это я же, я же как дурак, я же журналист, я же рассказываю сейчас как бы то, что я думаю. Это фантазии, да, слушай. Я же их тайны не выдаю, я же как бы, да, я же не пью с будановым чай, к сожалению. Вот, ну мне кажется, что, ну, наверное, на его месте бы надо было наладить контакт такой. Ну, это те вещи, которые там нашему пониманию, они недоступны, ну и уж точно, конечно же, ничего. Это фантазии, это исключительно наши фантазии, ни о каком фактаже. Конечно, конечно, мы ничего не знаем. Ничего не знаем. Ни о каком фактаже мы не говорим и говорить не можем, это исключительно твои в данном случае. Я с удовольствием слушаю, да, какие-то твои фантазии, они очень интересны. Слушай, есть же там еще один конфликт, он, конечно, не такой яркий, не такой горячий, как конфликт за Вайлдберрис, но назревает конфликт, или уже назрел, между Чемизовым и Набиуллиным, насколько я понимаю, потому что Эльвира Сахибзадов... Это уже прям старый конфликт, это у тебя прям уже... Да, он сейчас вышел на вот этот вот новый, на новый виток, потому что он вышел в публичное пространство с заявлениями Чемизова о том, что, мол, типа, ставка в 21% нахрен все завалит всю военную экономику, потому что она съедает всю прибыль и не дает заработать вообще короче. Бедная, несчастная. Эльвира Сахибзадовна с лицом зеленым, да, от удовольствия сообщила, что 21%, а не 20%, а будет, а будет еще больше. Чего ты можешь по поводу этого сказать? Насколько на самом деле заявления Чемизова имеют под собой какой-то вес? Ты знаешь, примерно в годах, так, в девятых-десятых Эльвира Сахибзадовна была одним из претендентов на пост президента моей любимой Башкирии. Я так хотел, чтобы это случилось. Она же выходец из Уфы, и я очень много о ней знаю, потому что Уфа хоть и миллионник вроде бы, да, но там же у нас клановая система, у нас как бы все всех знают, у нас как в деревне в этом смысле. Слушай, Киев тоже, Киев много-миллионник, но я уверен, что мы очень быстро найдем общих знакомых, несмотря на то, что ты здесь относительно недавно, слушай. Это с тобой, да, я соглашусь прям тоже, да. Но Башкирия тоже восточный колорит, и я не знаю многое с очень хорошей стороны, самое обидное это. Я очень надеялся и прям очень ждал, чтобы ее туда прислали, потому что, ну, тогда уже многое зависело от позиции Кремля, человек выдвинется, не выдвинется, и, соответственно, как бы, видимо, ей команду не дали, она не приехала, а иначе бы сейчас бы Башкирия была бы потише, поспокойнее, и она бы точно меньше, я думаю, людей отправила на убой, чем те негодяи, которые управляют там сейчас. Но и, конечно, не было бы такой мощной поддержки у Путина вот по линии экономической, потому что, конечно, она человек талантливый и человек, который почему-то свой талант решила вот этой банде убийц предоставить во временное пользование. Я уж не знаю, насколько бесплатно оно, наверное, и не совсем, но не думаю, что она прям с ними там разворовывает там так же, как какие-нибудь Тротенберги, да, то есть она это делает, в принципе, просто для меня это, я не могу этого понять, потому что она, у нее была репутация порядочного человека в старые времена, с ней работали мои друзья, мои там старшие товарищи, приличные очень люди, и это очень для меня грустная история, что на ней, по сути, держится эта монетарная система, потому что она в своей нише специалист один из лучших, наверное, в мире, объективно. И вот, соответственно, вот то, что ее начинают подъедать уже много лет, на самом деле, как это началось, и там Соловей, там Вова, Володя Соловьев, его кличка была всегда Соловей, я не путаю его с Валерием Дмитриевичем, значит, ты, соответственно, и многие другие, они прям визжат, что когда уже снимут эту мерзавку, там Сергей Миронов там вопит в Твиттере изо дня в день, я такой думаю, господи, ну сделай же так, услышь ты их-то и пусть ее снимут, но, блин, тогда посыпется этот карточный домик поскорее путинский. Но вот Путин где-то что-то, видимо, еще пока не окончательно свой мозг иссушил своими завоевательскими наполеоновскими планами и, к сожалению, ее не убирает. Атака Чемизова это серьезно, потому что Чемизов ушатал даже великую непотопляемую Ксению Анатольевну, которая там здесь на коленках у Путина сидела, и поэтому он ее не трогал ни за что, ей много чего позволялось, и это было, кстати, весьма полезно для страны. Ну вот, соответственно, пока ему не по зубам Эльвира Сахибзадовна, ну, наверное, схорчит все-таки в этой ситуации. Наверное, да, наверное, как-то скажет отец родной, да что ж ты сейчас погубишь в АПК, да это мерзавка-либералка, да ты же знаешь, у нее же фига в кармане, она же ненавидит нас с тобой, ненавидит войну. Что, кстати, правда, до меня долетает, что она не любит все это, и что еще раз для меня еще больше оставляет загадок, что ж ты сидишь-то там, зачем ты им помогаешь? Ну, собственно говоря, моя ставка, что он победит, может быть, не прямо сейчас, не сегодня, может быть, там какое-то время должно пройти от наезда до перестановки, и, наверное, какая-то перестановка будет типа куда-то с повышением условно каким-то вице-премьером, он ее отправит, здесь как бы поставит, он же всегда так серединка наполовинку, то есть он же не может принять полноценного, полновесного решения почти никогда, да, ну, к сожалению, иногда делают эти вещи, но обычно у него так вот все с одной стороны, с другой стороны, вот, и вот сейчас вот думаю, что будет что-то с ней такое. Хорошо, окей, приятного аппетита Чемизову, потому что я абсолютно с тобой согласен, что чем дольше Эльвира Сахибзадовна находится на своем, к сожалению, месте, тем сложнее становится задача по завалу, да, по истощению и по завалу России путинской власти. И вот тут у меня, смотри, вопрос к тебе такой, ты как человек, который знает, который много в этом крутился, что такое вообще, вот с чего может начаться истощение? Многие говорят, что горячая фаза войны закончится, когда начнется вот реальное истощение и рухнет путинская власть. Как можно понять, по каким признакам можно будет понять, что в России действительно началось истощение? Ну, то есть, условно говоря, в прошлом году зима и проблемы в ЖКХ ничего особо не решили. Смотри, вообще, если почитать, например, Диму Некрасова, блестящего, наверное, одного из лучших экономистов после Эльвира Набиулина, который тоже в Кремле поработал, но он, в отличие от Сахибзадовны, ушел и не оставил свой талант на службе этому режиму, вот, а то, как бы, он очень простыми и понятными словами рассказывает, что, в принципе, ждать, когда рухнет экономика России, это, конечно, дело очень неблагодарное. Например, даже, ну, я, например, воплю с утра до вечера про то, что танкерная торговля России, это омерзительно, и что это, как бы, то, что нельзя позволять делать, да, и что надо поставить там, как и Альфред Кох об этом кричит постоянно. Значит, многие российские оппозиционеры, что закройте вы эти каналы и остановите вы эти танкеры. А Дима нам всем возражает. Он говорит, что, ну, хорошо, закройте вы танкерами, значит, американскими этими эсминцами проход этим танкерам. Значит, арабы начнут продавать с Иранами, например, вы их уговорили больше нефти. Ну, соответственно, так как нефти на рынке стало меньше, те, естественно, задрали цены, например, до 120, с нынешних там 65, да, за юрлс. И, соответственно, получается, ну, это чистая прибыль в бюджет, там, у него сейчас от 65 и 30, а если будет цена 120, то та половина нефти, которую все равно Путин продаст каким-то засранцам, значит, в кое-каких странах, которые все равно будут покупать, да, я не буду показывать пальцем, хотя говорят там на китайском и на хинди. Значит, и, соответственно, как я аккуратно, я же дипломат, смотри, прирожденный. Никто не понял, о ком идет речь, да. Одни едят палочками, а другие едят тари. Кто это, кто эти люди, да. Так вот, и там получается чистая прибыль, да, если ее помножить, то она, возможно, будет даже больше. То есть, ты понимаешь, в чем иезуительство этих санкций? Что они их ввели, но они их ввели так, что все равно всегда у Путина будут деньги, пока у него есть это долбанное место. То есть, понимаешь, если закрывать Путину все, то это сразу со всех сторон надо закрывать. Это то, на что не решится, к сожалению, никак на этот западный мир. То есть, его надо давить, сдавливать сразу со всех сторон. Обрубить сразу все и везде. И, собственно говоря, ну все, самолетом летать нельзя, посольство все закрыть. Там просто, просто полностью, просто полная изоляция. Если бы так сделать вот тогда, и не только танкерную торговлю прекратить, а вообще запретить всем странам торговать с Россией. Вообще хоть чем. Китайцы купите хотя бы еще бар или нефть у Путина. Мы, я не знаю, прервем с вами любую торговлю. Мы Америка. Китай сразу падает на дно. Или хотя бы боится этого. Потому что, ну понимаешь, если делать, то вот так. Потому что, если иметь в виду, что, а, этот все равно будет покупать, а, этот все равно, то есть, поэтому, а может, мы тут вас аккуратненько вот так дубинкой по голове, Владимир Владимирович, шлепнем. Владимир Владимирович говорит, да-да, попробуйте. Я все равно, я вам китайцам продам. Понимаешь, да? То есть, как бы, это проблема всех этих странций. Проблема всей вот этой вот ситуации типа с экономическим удушением России в том, что на самом-то деле ее никто не душит. Ее поддушивают. А все равно, как бы, оставшегося воздуха им достаточно, чтобы, как минимум, войну вести. Да, население живет все хуже и хуже. Да, продукты в магазинах плохие. Да, не доезжают нормальные машины, ненормальные там электронные изделия, резиновые изделия нормальные не доезжают. И чего? Как это сказалось на Путине? Перестали трусы продавать красивые женские в Москве. Боже мой, у Путина инфаркт. Сейчас, наверное, ракеты будут криво летать от этого, да? Ну, понимаешь, вот это все вот так, через пень колоду. Показушно все это очень сделал Запад. Очень плохо сделал все это Запад. Поэтому, к сожалению, экономика рухнет не раньше, чем случится, на самом деле, что-то другое, как бы, в жизни Путина, что драматически ситуацию изменит. И вот над этим тоже надо Западу работать, и к Украине надо работать. Потому что, ну, в окружении Путина, ну, мы только что с тобой обсуждали, вот тяжелейший разлом, да, между черными и белыми, да? Я вот как черный подтверждаю, он там был всегда, сейчас усилился ста кратно. Ста кратно, потому что там русский мир, там шаман, там всех кавказцев, кавказцев, башкир и татар записали в русский, а нам это очень не нравится. Значит, соответственно, вот этот разлом скорее сработает. Другие элитарные разломы сработают, которые надо расковыривать, помогать, да перебегать надо сюда, давать людям. Надо, я не знаю, программу, метр к госгранице где-то сделать, знаешь, проходным таким. Пришел туда, на полиграф сразу тебя завели, работаешь, продолжаешь на КГБ или нет? Работаешь, продолжаешь на Путина или нет? Если сейчас ты этого не делаешь, и ты готов какие-то секретики продавать, то ради бога, переводи все свои деньги за границу, всех своих детей перевози. Вот тебе ВНЖ, только скажи нам, куда нам надо пальнуть. За что нам надо подергать, чтобы там еще что выпало? Понимаешь, вот эти вещи надо делать. А их-то же никто не делает. И я не понимаю, почему я это понимаю, какой-то там публицистишка, кто там еще, инагентишка. А вот они, все умные ребята, которые закончили пост в Оксбридже, они не понимают. Я не могу понять вот этого. Окей, хорошо. Вопрос действительно большой, глобальный, он уже много раз обсуждался. И почему это не происходит? Знаешь, это вопрос, который необходимо задавать в вашингтонских там всяких разных столицах и прочих городах, где сидят люди, обладающие властью, что-либо изменить. Мы это по большому счету понимаем, что по большому счету сейчас Европа и Соединенные Штаты столкнулись с вызовами, которым они были не готовы и которые они не готовы решать просто по той простой причине, потому что поколение тех, кто мог высадить десант морской пехоты на острове Гренада, он как бы прошел. И там люди, которые принимали решения, возможно, неудачные, которые мы сейчас расхлебываем, но которые действовали, они, к сожалению, ушло-ушло это поколение людей. Когда оно появится, мы пока что еще не знаем, работаем с тем, что есть. И опять же таки, работаем с тем, что есть. Есть мнение о том, что через Москву, только через Москву могут начаться волнения в России. Волнения, которые могут что-то изменить. А еще говорят, что среднестатистическая Москва поддерживает войну. Почему поддерживает? И второе, что нам нужно сделать для того, чтобы война пришла к москвичам? Нет, нет, среднестатистическая Москва как раз ничего не поддерживает. Москва, она это отдельное государство в государстве. Они живут жизнью зажравшихся жирных котов. У них все очень хорошо. Там в Москве, если ты просто согласен поработать хоть кем-то с 9 до 6, ты будешь жить богаче, чем средний европейец. Это чистая правда. Поэтому, конечно, идти за 200 тысяч рублей, убивать и погибать, и убивать людей, и погибать самому, москвич не пойдет. Нет, как раз наоборот. Среднестатистический москвич, там же прелесть-то в том, что если мы возьмем количество, процентное соотношение москвичей, которые пошли на войну, или, например, башкир, которые пошли на войну, то там мой народ просто истребляют, потому что там в тысячу раз будет меньше. По сравнению с надушным и средним. Понимаешь, о чем я говорю? И это, собственно говоря, такой негласный договор. Типа, если вы москвичи, то тут мы понимаем, что бунт может начаться с вас, поэтому мы вас ублажаем до последнего. И москвичи о войне вообще знают очень гипотетически. И поэтому уж если куда-то запускать дроны, то, конечно же, надо их все в Капотню запускать. Вот когда у москвичей бензин перестанет наливаться в машину, потому что бензоколонка закрыта, потому что не подвезли еще из Сибири, да, Капотня, вон горит, смотрите, факел какой красивый. Вот это ж надо делать, понимаешь? Потому что, не знаю, может быть, действительно есть какое-то негласное там соглашение с Америкой, что не бить там по каким-то действительно важным энергетическим объектам России или по объектам, которые могут спровоцировать какую-то историю на нефтяных рынках, по крайней мере, до выборов в Америке. Ну, потому что, я не знаю, в Киеве же там не дураки сидят, на Банково и в других местах, да? Ну, я думаю, что они же тоже понимают, что москвичи должны эту войну почувствовать. А пока что им такого показали? Им показали маленький дрончик над Красной площадью? Окей, наверное, все перепугались, да? Да все смотрели, как наржаку на это. Или там маленький тоже дрончик в Москва-Сити, который испугал там два коллеги, которые там рядом в это время находились. Ну, что, аккуратненько, чтобы, не дай бог, никто не погиб. Ну, такой подход у украинских МСУ. Я приветствую его, безусловно. Ну, какой эффект это дает? Соответственно, вот мне все-таки интересно, что там с Капотней, и когда там с ней что-то случится. Потому что тут вот дело пойдет. Ну, собственно говоря, про Москву, это можно говорить как про единственное место. Даже не Питер, понимаешь? Потому что Питер, это все равно, когда отдельная история, там какие-то сумасшедшие питерцы, там они либералы, там они европейцы. Значит, поэтому даже если они там поднимут бунтик на уши, поставят, там как бы все равно Москва даже ухом не поведет, власть не сменится. Не подхватит она вирус в Питерске никакой, потому что они разные страны, по сути. Так, хорошо. Продолжая эту тему, Илья Бономарев Давича предложил 2025 год сделать годом удержания фронта и уничтожения 100 самых одиозных персонажей из московской верхушки. И это, по его мнению, может остановить войну намного быстрее, чем удары по НПЗ, удары по стратегической триаде и удары по электростанциям и замерзающие города. 100 самых одиозных персонажей и все. Там ведь на самом деле персонажей одиозных гораздо больше, чем 100. Ну, по поводу там Путина, до него добраться тяжело, да. Понятно, что это было бы решением проблемы, да. А дальше, кроме него, да убивает и хоть там всех, как бы, да, там, кто сейчас ходит там рядом с ним на каком-нибудь любом совещании. Как сказал, знаешь, один серьезный человек, там, дагестанский на тот момент глава парламента, на совещании по коррупции, который Северокавказский округ проводил, значит, федеральный. У меня там был товарищ, его недолго рассусолили, как там коррупцию победить. А он сказал, ребят, да что, как коррупцию победить? Вон, палкой подпереть здание, где мы с вами находимся, и поджечь. Вот у него нет коррупции на Северном Кавказе. На себя-то посмотрите. У него был дедушка старый, такой правдорубный. Сейчас, я не знаю, жив он, нет? По-моему, Муху Алиев его звали. Ну, вот, и, соответственно, да, как бы, то есть, подопри палкой любое место, где собирается любая путинская братва, как бы, да, господи, боже мой, ну, посмотри, ну, Путин отвадил от себя, там, ближайших своих, там, людей, не знаю, Сергея Иванова, кстати, Дмитрия Медведева, да, понятно, что он сейчас работает клоуном и реальной власти не имеет. Сергея Шойгу, кстати, который был столько времени, там, они горенькие в речке купались, на лошадках катались, горбатая гора, не дать нельзя. Значит, это самое. Таких людей больше ста наберется уже. Понимаешь? И что, к чему это приведет-то? Пока Путин сидит в Кремле, все равно он будет продолжать делать то, что он делает. И, более того, на место этих погибших с таким успехом, так быстро будут вскакивать новые люди. Это же те не Хизбалла, где они понимают, что сейчас евреи, там, этого следующего опять убьют, и следующего убьют, и там, наверное, мне кажется, они бегают уже за новыми лидерами, как бы, в поиске, и не могут найти из-за потенделиями. Значит, это здесь, как бы, другое. Они все готовы, там, на этот риск, лишь бы посидеть рядышком, либо же поворовать побольше. Поэтому думаю, что, к сожалению, стратегия, это неправильная. А вот стратегия на раскол внутри них, она правильная, потому что они-то к этому расколу готовы, и они там все со всеми перегрызлись. Там сегодня генералы, в российском Минобороны, они же все сегодня ждут, что за ними придут, потому что сейчас пошли опять утечки, что там с новой силой ФСБшная молодая поросль там зашла, набрала дикое количество показаний, которые уже в гудок не завернешь, обратно не засунешь в рот тому, кто их озвучил. А они там друг друга закладывают вот прям вот только в путь, как стеклотару сдают друг другу. И, соответственно, сейчас там вот среди этих генералов там надо как бы поковыряться, да, посмотреть. Надо поковыряться среди олигархов, которые близки к провалу. Вон прогуцеливо вылезло на днях, да, что он там это, оказывается, был не против совершенно пыню ждать и иметь какие-то гарантии от Запада, что он останется жив-здоров и, значит, при какой-то своей очереди, при следующих хозяевах России. И, понимаешь, вот эти люди есть, вот это все надо делать. Я не вижу, чтобы это кто-то делал. Ну, потому что, как бы, по действиям это непонятно. Потому что если бы кто-то это делал, тогда бы были какие-нибудь там заговоры а-ля против Гитлера, там, или как бы против других там диктаторов. Потому что, ну, объективно, просто посмотрите, вот Кодорковский показывает, уже не первый фильм, как обычно заканчиваются диктатуры. Ну, там же все в истории уже было. Ну, все уже было. На поле боя диктатора победить довольно сложно. Организовать внутри диктатуры общественное сопротивление, демократический снос власти, камон, это невозможно. Когда ты в тюрьме, ты можешь сколько угодно агитировать среди заключенных, что ваш начальник тюрьмы плохой человек, давайте его свергнем. Ага, давайте, они говорят. А как? И вот Россия, это тюрьма народов сегодня. Вот, и поэтому там нужны методы другие совершенно. А вот среди тюремщиков там очень мощные разброты шатаний. Вот это там прямо очень клондайк для тех, кто реально хочет войти в историю и эту всю закончить не до империи отвратительно. Ну, давай так. Будем надеяться, что мы об этом ничего не знаем, просто потому, что нам об этом знать не положено. И фантазировать по этому поводу тоже особо не положено. Потому что было бы странно, если бы мы с тобой сейчас в эфире рассуждали о том, кто кого запад, какого из олигархов будет покупать. Будем на это надеяться. Владимир Владимирович, вы не переживайте, мы точно знаем, против вас заговор никто не плетет. Вас любят все. Все ваши подчиненные, все чиновники, все олигархи, они вас обожают. Вас никто не сдаст. Распустите свою охрану, ходите так пешком по Москве. Спасибо тебе огромное. Береги себя и до следующей встречи. Спасибо. Счастливо. На связи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...